Мы живем в эпоху революции искусственного интеллекта, и ритм выхода новых продуктов продолжает набирать обороты. На днях Стэнфордский универ выпустил Alpaca.ai. Bing и Adobe также не сидят сложа руки, и заявили о собственных генераторах изображений, а Microsoft представили Copilot. Но самая главная новость — это выход BART, ответ Google на чай GPT, и то, что я получил к нему ранний доступ. Так что в этом видео мы проведем три эксперимента и ответим на вопрос, сможет ли этот BART побороть могучий чай GPT. Поехали! После выхода чай GPT я стал значительно реже пользоваться Google, и думаю, не только я один. Это очень плохая новость для Google, который большую часть своих денег делает через Google Search Ads. Но Google, конечно, не просто так держится на вершине. У них данных о поиске больше, чем у кого-либо еще. Огромные вычислительные мощности на их собственных TPU и гениальная команда, работающая над секретными проектами. Не говоря уже о том, что они заявили о квантовом превосходстве. Поэтому от Google BART ожиданий очень много. Кстати, я задался вопросом, почему такое название? Что это значит? И оказывается, Барт исторически это человек, который умел сочинять и исполнять стихи. Такой себе лирический поэт. И выбор этого названия для этой модели, вероятно, означает ее лингвистические способности и скилл писать стихи. Ну, давайте это проверим. Попросим наших AI-поэтов написать нам стих. Так, напиши мне стих об одиноком ютубере Роме, живущем в Бангкоке, который любил bubble tea. Барт сразу выдает стих, моментально, одним сообщением. Чаще 54, как обычно, по слову. Интересный момент. Барт сразу нас предупреждает, что он может отображать неточную или скорбительную информацию, которая не отражает точку зрения Google. Да, тут есть темы Бангкока, bubble tea и ютуба, но нет рифмы. Смотрим, что нам выдал чаще пяти. Это круто. Это прям поэзия. То есть красиво написано, очень такие сложные слова и рифма. Это Шекспир. Это круто. Вау, чай GPT. Я даже не задавал никакого стиля. То есть просто попросил написать стих. Короче, 1-0 в пользу чай GPT. Кстати, я задал промпт на английском языке, потому что пока что Google Bart может воспринимать только английский. Даже являясь бета-юзером, я могу пользоваться Google Bart, только находясь в США. Ну, я просто использую VPN. Давайте теперь проверим, как обе нейронки генерируют идеи. Нейронки. Как мне вообще поворачивается язык сказать нейронки про эти мощные ЛЛМ, в которых по сути собран коллективный интеллект всего человечества? Нейронки, нейросетки. Фу. Окей, давайте попросим их написать нам 5 идей короткометражкам, которые я могу снять на 100 долларов в Бангкоке. Так, и пока ЧЧПТ выдает нам слово за слово, давайте посмотрим, что нам выдал Google Bart. 5 идей. Все красиво расписано. Даже нам даны дополнительные советы, как снять sci-fi муви, ну, короткометражку в стиле научной фантастики, на бюджете. Используйте ваше воображение, творчески подойдите к выбору места съемок, своих друзей задействуйте и так далее. Группа друзей отправляется в поход в джунгли, но оказывается в центре инопланетного вторжения. Окей, и как это снять на 100 долларов? Мужчина переносится в будущее, где он видит мир в руинах, и должен найти способ остановить его. Кого его? Как обыграть руины без бюджета? Да, распиши, как это можно снять? Так, используй смартфон или дешевую камеру, снимай это в парке, это редактируй на iMovie. Давайте попросим еще раз, может быть я что-то неправильно ввожу. Пожалуйста, распиши бюджет, придумай какие-то идеи, идеи кадров, идеи разных сцен. Камера 20 долларов? Что? Окей. Сценарий. Фильм про человека, который проснулся и оказался в параллельной вселенной. И опять же таки, нам даны просто общие советы, как снять короткометражку на бюджете. Короче, я недоволен ответом, ничего дельного я не получил. Давайте посмотрим, что же Чичипетином ответил. Мне, кстати, очень интересно. Хроники Тайм Тая. Уличная торговка в Бангкоке обнаруживает, что ее рецепт чая с пузырьками обладает способностью отправлять людей в прошлое. То есть bubble tea, который отправляет людей в прошлое. Сюжет прощается вокруг ее встреч с клиентами, которые испытывают неожиданные скачки во времени и путешествия продавца, чтобы понять и контролировать силу своего рецепта. Съемки фильма могут проходить в различных знаковых местах Бангкока, демонстрируя ту трансформацию города во времени. Идея сюжета крутая, я бы такое посмотрел с удовольствием. Портал в переулок. Любопытный житель Бангкока натыкается на скрытый переулок, который ведет в альтернативную антиутопическую версию города. Хорошо, пока что меня больше всего заинтриговал первый наш сюжет. Давайте зададим такую же команду, как в Google Bar. Так, у нас есть бюджет. ChGPT расписал нам наш сюжет по актам. У нас всего три акта, что в принципе подходит под структуру повествования. Вот, мы сначала представляем нашу главную героиню, добрую и причудливую уличную торговку по имени Лек, у которой есть семейный рецепт Bubble Tea. Она продает свой Bubble Tea покупателям в небольшом ларьке на оживленном рынке в Бангкоке. Это снять, кстати, не очень сложно. Таинственный пожилой покупатель заходит в ларек и передает Лек необычный ингредиент, утверждая, что он улучшит вкус ее чая. Лек соглашается и добавляет ингредиент в этот чай. Употребляя измененный Bubble Tea, люди непроизвольно перемещаются во времени в разные эпохи истории Бангкока. Мы слим за историями трех клиентов турист, местный студент и бизнесмен. Лек осознает силу своего чая и начинает исследовать происхождение загадочных ингредиентов. Я бы сократил это все до одного человека, допустим, будет какой-то турист. И это можно отснять в каком-то очень таком локальном старом районе Бангкока, где все выглядит, как, допустим, 50 лет назад, например. Я уверен, таких районов полно. Лек узнал, что этот ингредиент был подарен путешественникам во времени, который хотел помочь людям оценить богатую историю Бангкока. Можно добавить, что этот путешественник во времени, он дал рецепт Лек, потому что он такой, типа, очень заядлый патриот Бангкока, и он хочет, чтобы люди оценили, как было в этом городе круто до развития масс-туризма, например. И также Чечепти расписал нам отдельные кадры и сцены. Блин, я хочу это снять! Я реально хочу это снять! Давайте так. Если это видео наберет 2000 лайков, я реально сниму этот фильм. Я выложу потом видео, как я его снял. Но сам фильм вы сможете посмотреть только оформив спонсорство на канале. Ну, типа, мне нужно как-то купить бюджет в 100 долларов, понимаете? И мы снимем фильм, написанный Чечепти. Вау! Теперь давайте проверим, кто лучше разбирается в фактах и может быстро предоставить нужную информацию. Давайте спросим, что такое LLM. Термин, который я употребил ранее и специально не объяснил, что это значит. Так, Чечепти 4 уже нам объясняет, а Барт уже объяснил. То есть Барт немного быстрее, чем Чечепти. И мы видим то, что Барт, в принципе, нам объясняет, что это значит, приводит разные примеры. В принципе, довольно все четко, содержательно, информативно. Вот, кому интересно, можете поставить на паузу и прочитать. Что интересно, Google Барт нас также предупреждает, что есть какие-то риски, что, в принципе, они еще находятся в стадии разработки. То есть, очень аккуратно подбирает слова, я бы сказал. Интересно, Чечепти вообще не понял, что мы спрашиваем и объяснил нам какой-то ЛМ как какой-то магистр по юриспруденции. То есть, вообще какой-то другой термин. Хорошо, давайте уточним. Так, так, так. Все, в принципе, то же самое. Несколько аспектов про архитектуру, про данные. И вот в Google Барт информации как будто бы немножко меньше, то есть, более сжато все. Тут нам даже расписали, как тренировать подобную модель. Также нам даны примеры таких моделей. То есть, это все Чечепти, вторая, третья, четвертая, Google Барт. И мы видим, что Google Барт написано как Google Берт. То есть, это, мне кажется, раннее название Google Барта. И также нам Чечепти дал небольшую информацию про то, что у ЛМ есть свои лимиты. В принципе, похожи ответы, просто у Чечепти он более развернутый. Давайте попросим нам предоставить источники. Ага, Google Барт отказывается это делать. Чечепти предоставляет нам список литературы и источников. Ну, поэтому и в этом эксперименте я даю свое предпочтение Чечепти. И с учетом 3-0 Чечепти 4 побеждает Google Барт в нашем небольшом тесте. На самом деле, сейчас Google Барт по полной отхватывает в соцсетях, потому что многим он не зашел. И понятно, почему. Google решили сделать свой продукт более осторожным и сдержанным, чем Bing или Чечепти. Для обычных пользователей, типа нас с вами, на данный момент это, конечно, минус. Но если подумать, а что мы с вами хотим долгосрочно? Будущее, где мы можем полагаться на искусственный интеллект как на достоверный источник информации и фактов? Или же будущее, где фейк-ньюс, галлюцинации нейросетей и дипфейки захватят все информационное пространство? Да, Google Барт скучный и ограниченный. Это факт. Но долгосрочно, лично я думаю, что это очень хорошо. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Мне будет интересно почитать. Пока. Пока.